Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова, тема нашей сегодняшней программы Организации питания в детских оздоровительных лагерях. Здравствуйте, Мария Анна. Андрей, здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Мария, совсем недавно стартовал проект, в работу которого включилось все родительское сообщество Одинцовского городского округа. Почему внимание именно к организации питания в детских оздоровительных лагерях? На самом деле, Мария, хочу сказать, что родители всегда уделяют большое внимание питанию в школьных образовательных учреждениях и в детских садах. Естественно, это вот вы как мама меня поймете, это тот вопрос, который очень важен родителям. И сейчас, по окончании учебного года, многие дети проводят свободное время в таких детских лагерях. Конечно, родителям очень важно и интересно посмотреть, чем детей кормят. Потому что дети проводят практически половину дня, там как бы кто-то побольше. Безусловно, этот вопрос очень важен. Поэтому мы как бы инициировали такую проверку. Мы вышли с предложением к администрации Одинцовского городского округа создать такую комиссию с представителями сообщества родителей Одинцовского района и пройти по всем лагерям, которые у нас сейчас были сделаны при школах. Если говорить об охвате, сколько родителей подключились к этой работе? Я так понимаю, что включились не только мамы, но и папы. У нас группа была большая, мы разделились, потому что школ было охвачено много. Там около 31 школы было. Но все-таки одной комиссии было бы сложно осмотреть все школы. То есть здесь действительно нужно было как-то правильно выстроить логистику, чтобы все успеть и все проверить. Да, мы все успели, все проверили. Вы знаете, ну и режим питания был хорошо организован, и питьевой режим у детей был. И помимо этого они поделки делали, рисовали, спортивные игры у них были. В общем, детям нравилось. То есть я так понимаю, что комиссия не только узко отслеживала и смотрела организацию питания. То есть вы смотрели гораздо шире и уж раз пришли, то смотрели все. Ну и на самом деле, да, я хочу просто дополнить, что когда мы приходили, то школы сами были рады показать нам все свои возможности, весь спектр, так скажем, развлекательных и образовательных услуг, которые они оказывают детям в рамках вот этих оздоровительных лагерей дневного пребывания. Поэтому, конечно, мы смотрели все. Это было на самом деле интересно. Теперь мы знаем, как наши дети проводят свободное время. И как же проводят дети свободное время? Как они проводят свои летние каникулы? И всем ли родители остались довольны? Ну, на самом деле, программа разнообразная, расширенная. И я считаю, что это очень важно. То есть есть место как, скажем, каким-то и обучающим программам, так, конечно, и развлекательным. Более того, несколько школ еще организуют и дневной сон детям, что, в принципе, очень здорово. И для нас это было немножко так неожиданностью, но хорошей неожиданностью. И как ни странно, дети чудесно днем спят. Потому что, может быть, нам кажется, да, что дети такие, ну, скажем, очень активные, им всегда не хватает времени на что-то. Но, тем не менее, чудесно после обеда детки засыпали. Где-то часа полтора они проводили вот в таком дневном отдыхе. Очень здорово. Андрей, я так смотрю на вас, вы хотите что-то добавить? Да. Но если говорить вот все-таки об оценке организации непосредственно питания, организации досуга детей, задействованных в детских и здравительных лагерях, то на каком уровне все? Ну, вы знаете, все было на высоком уровне. Понятно, что питание, оно было 10-дневное, да, потому что лагерь был 10-дневный, и питание было расписано. Но вот мы за день успевали там 2-3 школы посмотреть, и везде было одинаково. То есть дети питались именно по тому питанию, которое было утверждено. Что в меню? Иногда в меню некоторые школы позволяли себе фрукты, бананы, яблоки, ну, дополнительное к тому, что было. А так, завтраки – это каши, чай, хлеб с молоком. Ну, там бутерброды, сыр, может быть, там вареная копченая колбаса, которая разрешена, утверждена. Йогурты еще там были, да? Да, йогурты, да, в основном растишки. Да, да. Ну, получается, ребенок приходит, он завтракает, обедает, и, наверное, есть полдник. Да. Да. Ну, на самом деле, Андрей, вот хочу дополнить, что школы сами, может быть, варьируют, да, какое меню они ставят на сегодня. Общее комплексное меню, оно утверждено Роспотребнадзором, и, скажем, тот набор продуктов, который был включен, он единый. Единственное, хочу сказать, что каждый день все равно, Андрей, были каждый день фрукты. То есть сезонные фрукты, да, которые сейчас хорошие, спелые, предлагались детям, и, в принципе, ну, как бы все было вкусно, при том, что мы каждый раз сами все пробовали. То есть нам было важно... На себе. Да, на себе. Нам было важно попробовать и посмотреть действительно, что едят дети, то есть не только со слов поваров и администрации школы. А мне интересно, все-таки администрация школы знала, что вот сегодня в 10 часов утра придет комиссия родительская общественности, или это был для них, ну, в некотором роде сюрприз? Ну, администрацию школы предупреждали, управление образованием, что вас будут проверять, да, и у них были списки, кто может прийти, но вот прям... Да, то они не знали. Ну, то есть все-таки это был элемент неожиданности, и не было так, что вот назначенное время, день, все подготовлено, ни к чему, никаких вопросов нет. Мы рандомно, скажем так, выбирали, да, мы согласовывали накануне проверки. То есть просто был список детских оздоровительных лагерей и, соответственно, список учреждений, и список родителей, которые могут прийти... Этот список был утвержден управлением образования, был издан соответствующий приказ, соответственно, всем школам был этот список направлен, да, чтобы, ну, как бы они знали, кто может прийти, потому что все равно допуск был по паспорту, да, потому что школа, конечно, это у нас такое учреждение, которое осуществляет допуск людей только строго по паспортам, по каким-то согласованным пропускам, поэтому мы приходили, нас смотрели, что мы в списке, и допускали проверки. Вот еще какие-то нужны были документы родителям, чтобы вообще иметь право проверять питание? Безусловно, медицинские книжки, да. То есть у всех родителей вот этой команды? Нет, у нас у некоторых были медицинские книжки, в том числе у меня было. Я ее оформила специально, потому что я знала, что вот в ходе нашей деятельности будут такие проверки, и для того, чтобы у меня была возможность зайти в пищеблог, прямо в святая святых, туда, где приготавливают пищу, для того, чтобы ознакомиться с продуктами, посмотреть, как это все происходит. Я специально сделала такую медицинскую книжку, и некоторых родителей тоже они имеются. Все остальные могли зайти просто как в сам зал приема пищи, можно было предоставить, скажем, нам технологические карты, меню, попросить, чтобы нам предоставили еду, да, попробовать. Ну, вот. Ну, прям были образцы. Да, да, да. Просто порцию положили. Нам показывали суточные пробы, которые обязаны храниться во всех пищеблогах, да. Да, это суточные пробы, которые берутся из той еды, которая предоставляется детям. В течение суток они хранятся в холодильниках. То есть все пробы были в наличии, со всем мы ознакомились. Ну, все-таки были ли с вашей стороны вопросы, были ли замечания, возможно, предложения по организации питания? Все ли было так гладко? Ну, Мария, на самом деле главное, что на самом деле мы увидели, что все продукты свежие, все соответствует сроку реализации. То есть никаких вопросов по этому поводу и по качеству не было. Это, конечно, самое главное для нас очень важно. Конечно, были какие-то моменты. Ну, вот, Андрей, да, где-то вкуснее, где-то... Где-то вкуснее, где-то нет. Где-то мы прождали полчаса, дождались администрацию, потому что охрана нас даже при условии списка ни в какое не хотела пускать. То есть пришла администрация, сказала, что ну да, это к нам. То есть все-таки так просто в школу не попадешь. Ну, с одной стороны, в вашей ситуации это, наверное, было не очень приятно, а с другой стороны, это правильно, это безопасность детей. Все-таки они в первую очередь отвечают именно за сохранность их здоровья. Конечно. Ну, еще в дополнение могу сказать, что, может быть, родителям бы хотелось, чтобы эти лагеря были чуть-чуть подольше по времени. Потому что некоторые, ну, скажем так, заканчивались в районе трех, может быть, половины третьего, да, некоторые лагеря были, ну, даже до шести вечера, до пяти. Вот, может быть, скажем, у некоторых родителей был бы интерес, чтобы дети подольше оставались. И мы еще, кстати, Мария, вот планируем выйти к администрации с предложением на следующий год, чтобы подобные лагеря, может быть, делались и при домах культуры. Единственное, они, может быть, будут с какой-то небольшой платой со стороны родителей. Но я думаю, что это тоже будет очень востребовано в течение всего лета. Ну, потому что, к сожалению, не все родители могут вывезти в летний период детей на море, либо за город к бабушкам, дедушкам. То есть многие дети остаются действительно в городе, и, конечно, не организовывая их отдых, ну, мы тем самым, в общем-то... Подвергаем их опасности. Да, подвергаем их опасности, хотя не перестаем им говорить о правилах поведения, о правилах личной безопасности. Проходят встречи с сотрудниками полиции, ГАИ, но, тем не менее, этого все-таки недостаточно. Ну, конечно, каждому родителю хочется, чтобы ребенок хорошо проводил время, был, как бы, занят. И я думаю, что вот такой вот отдых для детей, он будет очень востребован, потому что, во-первых, он качественный для родителей, во-первых, очень... Во-вторых, для родителей очень важно, что дети, скажем, в безопасности, да, они в надежных руках, и действительно это вот залог качества и успеха. Поэтому я надеюсь, что администрация тоже пойдет на какие-то переговоры с нами. То есть вы уже готовите и разрабатываете этот проект, это предложение? Это предложение, да, на следующий год, потому что понятно, что это все надо готовить очень сильно загодя, то есть это, ну, как минимум полгода проработки, согласования со всеми структурами и органами. Все-таки, наверное, внимание женское и мужское, оно немножко отличается. Если, например, мамы обращали внимание на одни детали, вот на чем акцентировались именно папы, Андрей? Папы акцентировались на надежности, чтобы все... То есть сразу заходили, угу-у-у-у. Ну, да, да, да. Ну, может быть, вот тот момент, да, Андрей, что не пустили сразу в школу, это как раз было... Со мной. Да, может быть, это как раз было в плюс. Да, потому что я реально понимал, что дети под защитой, что действительно там соблюдается какой-то пропускной режим, вот, и что летние каникулы, да, никак не отменяют серьезного отношения охраны именно к безопасности. Сообщество родителей Одинцовского округа уходит на каникулы или все-таки вы на стоп продолжаете работать? Мы продолжаем работать, потому что все равно вопросы возникают, и с одной стороны кажется, что три месяца летних каникул это так много, а с другой стороны они очень быстро пролетают, и некоторые родители, детей, которые идут в первый класс, они уже сейчас готовятся и задают очень много вопросов. Мы пытаемся всем отвечать тоже, да, и какие-то... Ну, действительно, есть вопросы, которые родители волнуют. Поэтому очень здорово, что у нас такое большое сообщество, поэтому кто-то уходит на каникулы, кто-то кого-то подменяет, поэтому мы работаем в режиме нон-стоп, 7 дней недели, 24 часа в сутки. Спасибо огромное, что были с нами. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Продолжение следует...